мне недавно один друг прислал ссылку на видео говорит посмотри команду уральские пельмени они сделали вот на сцене сценку которая называлась тюрьма банк он мне прислал потому что говорит может ну тебе что-то будет как раз карпа по работе интересно вот тема твоя видел ты брал интервью про всем в эта сценка такая что ну как это приходит восторженная девушка как респондентка снимать сюжет в тюрьму и говорит мне сказали что у вас здесь самый лучший банк в россии тюрьма банк расскажите как он работает и начальник колонии говорит что прямо пока показывать да да вы как вы звоните клиентам и он поворачивается заключенным говорит звоните они говорят нам нужно достать как бы отвернитесь нам нужно телефон то как-то достать эти отворачиваются значит они как-то достают откуда где прячут телефон начинает звонить людям и мне кажется что если это пришло на сцену в очень даже несмотря что в очень аккуратной форме а в очень аккуратно это сигнал такое что это явление которое ну невозможно не замечать что сейчас происходит в кавычках с тюрьмой банком по-прежнему ли это система действует в колониях россии но смотрите накануне войны накануне войны значит сцена москва центр утро красит нежным светом сцена древнего кремля в центре москвы стоит тюрьма матросская тишина ранее ранее утро до 6 вдруг подъезжают со всех сторон черные автомобили выходит куча людей значит все с оружием и захватывают фактически тюрьму это расступаются пропускают и большой мощный шмот все расступаются и выносит из тюрьмы вот этого оборудования тюрьма банк на сколько-то миллионов долларов выносит кто-то там остается матросской тишине накрыли кто накрыл служба безопасности сбербанка совместно с фсб они ни слова не сказали ухсина ни слова потому что понятно что тут же естественно естественно в итоге посадили по моему одного инспектора младшего кого же еще но это все это все это явление осталось опять же я страшно посмеялась когда было объявлено что в этой зоне суровительская когда вот во время во время захвата заложников что работает система блокировки сигнала а я при этом на связи с зэками которых заперли на пробке сейчас давай объясним в смысле ведь как как я понимаю ситуацию у кроковоста колонии поставила глушилки чтобы те заключенные которых есть телефоны мы не могли звонить никуда что как будто сигнал нет эти штуки не работают в итоге почему ответ один да в россии как бы да навальный об этом много говорил почему же они не работают да 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 как то так тюрьма то есть еще раз да нужно понимать что система это есть за этой системой стоят люди которым не выгодно чтобы это все прекращалось каждый получает свое им и мы будем вынуждены дальше читать новости про очередных обманутых россиян ведь и да и дальше смотри ну вот например какие-то люди освобождаются каким джулики многие освобождаются через войну не освобождают они освободились вышли на волю у них есть все возможности сделать то же самое сделать то же самое они почему это не делал крыши нет организации нет а там все все должно ну и вторая новость я пару дней назад смотрел пашу каныгина проект продолжение прекрасно прекрасно с усиками такой да у него был выпуск про шансон да про то как значит какое место в культуре современной россии занимает эта музыка это направление в музыке и завершается этот ролик как раз рассказом о том что да и в колониях проходит конкурс калина красная и что в каких условиях все это происходит и самый главный факт который меня удивил здесь что победителей конкурса чуть ли не на сцене в разные годы освобождали хотя по документам такого быть не может да и в положении такого не написано но всякими хитрыми способами находили возможность отпускать реально победителей победительниц этого конкурса что это такое но во первых уже не отпускают вот слава богу во вторых прекраснейшая история случилась вот этими днями самый юный политический заключенный который был обменен вот сейчас вместе с яшином карамурзой и так далее кевин да с двойным гражданством тут справкам подателся не судимость но потому что уже помилован пришла ему справка что он до сих пор сидит да 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 поэтому но вот такая освобождают так освобождают группа бом-бом группа бом-бом группу словно досрочно освобожденных правил нет в общем смысле все как бы получал получал получалось так что махнул рукой кто-то из начальников и это слушай вот ровно к этой же категории истории относится отъезд убийцы немцова на войну чеченцам одного из их же там трое двое сразу ушли вот один час уехал записался на сво и в итоге он работает в мариуполе на заводе который отжал там клан кадыровых так тоже можно а сколько народу ушло просто так ты не представляешь на самом деле если не представляю много но вот смотри вот тюрьма колония да вот колония вот колония там есть начальник приезжает вагнер летает пригожий говорит так все на фронт все на фронт а никто не знает сколько заберет 100 запишите к или 200 или 255 или 136 никто не знает записывайтесь я поехал парни стоят в очередь записывать вот записала 136 на что мы замешает написать 236 136 записалась ты предоставил бумажку 136 записался ну там так ты не можешь а одного-двух у трус кусушка из где сейчас все эти люди